МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жамар-Такаев приняли участие в форме межрегионального сотрудничества двух стран. Стороны обсудили вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия. Во Владивостоке сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил член неонацистской группировки. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. В столице Словении, Любляне, акция протеста против обязательной вакцинации и ковид-ограничений переросла в столкновение. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Власти Малайзии обязали всех госслужащих до 1 ноября пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Нарушителям грозит дисциплинарное взыскание. Закономерная победа. Результаты голосования в подмосковном поселке совхоза имени Ленина впечатляют. Местные жители большинством голосов поддержали КПРФ. В Компартии отмечают, что это итог планомерной работы по реализации программы партии в работе народных предприятий. Поддержка нашей партии, нашей программы, наших народных предприятий, нашего совместного поиска решения мирного демократичного проблем получила всеобщее одобрение. И в народных предприятиях Павла Грудинина, и Казанкова, Ивана Казанкова, и Лису Марокова, где продемонстрированы лучшие результаты при голосовании. По трем участкам в поселке совхоза имени Ленина КПРФ набрала 44, 59 и 60 с лишним процентов голосов. Единая Россия 17, 14,5 и 16 процентов соответственно. Обмануть можно того, кто тебя не знает. А людей, которые с тобой вместе не живут. А люди, которые с тобой вместе живут, каждый день видят, как ты работаешь, как живут в совхозе простые работники, какое отношение к пенсионерам, к детям, они, их не обманешь. Именно поэтому мы называем свою территорию территорией социального оптимизма, и все тут едины. Местные жители отмечают, что в поселке своими глазами видно, за что отдаешь свой голос. Люди выбирают жизнь в справедливом обществе. Ты выходишь и видишь удачно спланированное архитектурное решение. Раз. Я поставил здесь машину, я живу, здесь удобно, я могу ходить пешком. Люди приезжают со всей страны сюда. Здесь дома построены правильно, здесь все сделано с любовью. Мы-то живем в этой среде, да, мы все, естественно, это видим своими глазами, и понимаем, само собой, и доверие оказываем коммунистической партии, ну, в лице, там, опять же, нашего Павла Николаевича. Ну, и любой житель совхоза, естественно, поддерживает, потому что видит, и пользуется всеми этими благами, которые созданы здесь. Совхоз имени Ленина – единственное сельхозпредприятие, которое удалось сохранить вокруг МКАД, и последнее в Ленинском районе Подмосковья. Ветераны предприятия помнят, как в 2000-е развалили, а потом застроили жилыми районами соседние сельхозугодия. На выборах вместе с жителями поселка они голосовали против такого исхода и за конкретные программные предложения КПРФ, ведущие страну в лучшее будущее. «Хотелось все-таки, чтобы эта партия дала решительный такой какой-то бой вот единой России для того, чтобы все-таки, ну, хоть что-то, немножко хоть изменить в нашей стране. Страна идет к гибели, и это понимают очень многие люди». Народное предприятие под руководством Павла Грудинина – пример того, как могла бы жить вся Россия. Средняя зарплата здесь более 100 тысяч рублей. Налажена лучшая в стране социальная программа поддержки сотрудников. Доступное жилье, бесплатное образование и здравоохранение, современные спортивные комплексы. В первую очередь доходы направляются на развитие территории и создание комфортных условий для жизни людей. «Здесь все красиво, все прекрасно, а дальше отъезжаешь в какую-то провинцию, заезжаешь, там все запущено до невозможности, просто и все. Заросло все практически. Население, я не знаю, они как там выживают, я без понятия». «Республика Мариэл, Хакасия, правильно? Там, насколько я знаю, за КПРФ точно так же, как и в совхозе имени Ленина. Не знаю, как остальная часть страны, но и на юге я была точно так же. Многие люди предпочитают все-таки партии КПРФ». «Вся Россия стала красным поясом. Я же еще объехал больше 10 регионов. И я видел, как люди относятся к программе КПРФ, к лидерам КПРФ на местах. Везде, где я приезжал, очень много молодежи. Причем такая с горящими глазами, они действительно патриоты, хотят сделать жизнь своих земляков лучше. И поэтому это партия будущего». В последние годы совхоз имени Ленина отразил сотни рейдерских атак. Против директора народного предприятия Павла Грудинина велась грязная информационная война. В преддверии выборов Центр избирком исключил его из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Коммунисты продолжают оспаривать это решение в судах. Однако избиратель уверенно сделал свой выбор. «Я очень порадовался, когда Павел Николаевич показал, каким образом после сотен судебных исков, после лжи и грязи, после всех этих мерзностей отреагировали избиратели, которые пришли на участки и абсолютные подавляющие поддержали наших лидеров, наших руководителей, наш патриотический блок». Редактор субтитров А.Семкин